Всем привет, с вами GamePlan и начнём сегодняшний выпуск с игры под названием Z-End. Как видно по оформлению, очень сильно это мне напоминает какой-то недавно вышедший фильм с Брэдом Питтом. Итак, что это? Это онлайн-шутер, где вам предстоит мочить кого? Зомби, да, правильно. Итак, давай сейчас подключимся к серверу. Это происходит, в принципе, достаточно быстро. И посмотрим, как это произойдёт сейчас. Да, вот мы подключились, нажимаем спаун, и, как вы видите, 10,7 гостей сейчас. Итак, вот мы начали, и тут сразу же куча зомбарей, которых нужно мочить. Мы попали прямо в самую толпу, и нас прямо тут и съели. Кстати, когда я играл первый раз, у меня было 0 патрона, я вообще не знал, что делать и как стрелять. Вот, это просто жесть, сколько тут зомбарей, но вот сейчас я попытался кое-как выбежать оттуда. Давайте просто посмотрим на игру. Здесь, в принципе, довольно хорошая графика, но, к сожалению, в начале такая толпа зомби, которую просто, наверное, нереально всю завалить. Итак, игра немножко подлагивает. Вот здесь вот пишется FPS. В данный момент у меня 24 кадра в секунду. И пинг 41... 41, в общем, пинг. В принципе, пинг, конечно, немного высоковат, но FPS, в принципе, для нормальной игры хватает. Также почему-то в игре отсутствует звук, звук стрельбы, вообще звук зомби и так далее, что, конечно, немножко огорчает. Игра немножко подлагивает, но я просто надеюсь то, что разработчики решили просто как можно быстрее пустить свой продукт на рынок и начать на нём зарабатывать. Поэтому выпустили вот такую вот игру, которая лагает, в которой отсутствует звук и которая, наверное, ещё не совсем доработанная. Но я себе эту игру оставлю и буду следить за обновлениями. И если игра обновится и будет просто, наверное, отлично идти играть, и это вообще будет реально делать, получать от этого удовольствие, то я после их обновления обязательно сниму обзор на эту игру ещё раз. А так вот имейте в виду, кому игра по графике и по задумке понравилась, скачивайте и тоже следите за её обновлениями. Вторая игра называется Рандроид, и это 8-битный платформер, в котором имеется множество миссий, которые вам предстоит пройти. Давайте начнём с миссии, наверное, четвёртой и посмотрим на эту игру. Итак, вот он наш персонаж, здесь всего лишь три кнопки. Назад-вперёд и прыжок. И вам необходимо избегать различные обрывы, пропасти, шипы и другие препятствия и добраться до финиша. В общем, вот такая вот прикольная игрушка, мне подобные игры очень нравятся, и когда я её скачал, я просто не мог оторваться. Игра действительно затягивает, несмотря на свою такую минималистичную графику. Кстати, здесь есть какие-то микросхемки, которые необходимо собирать, есть вот такие вот штуки, которые позволяют нам очень высоко прыгать и преодолевать вот такие вот высокие выступы, и при этом максимально быстро необходимо проходить миссии. Итак, сейчас я установил новый рекорд, до этого я проходил эту миссию несколько дольше. В общем, классная игра, 8-битная, с 8-битным звуком, соответственно, и достаточно весёлая. Дальше будут появляться всё новые и новые препятствия и, наоборот, всё новые и новые вспомогательные штуки, которые будут помогать вам проходить эти миссии и, наоборот, усложнять их. В общем, игра стоящая, я вам её рекомендую, лично мне такие игры очень сильно нравятся. Третья игра называется Retroit, и это Arcanoid, причём выполненная в очень интересном графическом исполнении. Сейчас вы в этом убедитесь сами. Вот такая вот весёленькая загрузка, напоминающая нам не знаю что. Итак, для того, чтобы начать играть, необходимо тапнуть, и наш мячик будет лететь, и вам необходимо будет его отбивать. Вот сейчас я его почему-то упустил и отвлёкся на какие-то непонятные кружки и посчитал то, что это и был, как сказать, мой шарик. Смысл игры, как и во всех Arcanoid, необходимо разбить все кубики, и тогда вы пройдёте на следующую миссию. Здесь есть различные бонусы, как вот вы сейчас видели. Я взял бонус ускорения времени, есть бонус замедления времени, есть бонус увеличения вашей платформы и есть бонус уменьшения этой платформы. Других бонусов я пока ещё не видел, но, возможно, здесь будут они. И вот, кстати, есть сердечко, которое добавит нам дополнительную жизнь и позволит на один шарик больше пропустить и при этом не проиграть. В общем, достаточно приятный Arcanoid. Не так часто встретишь качественные Arcanoid на Android, поэтому, я считаю, нужно забирать. И как убивалка времени, Arcanoid вообще очень хорошая штука. Последняя игра называется Champion Tales. Это головоломочка про хомячочка. Итак, запустим первый пак с уровнями. Начнём, давайте, с третьей миссии. И посмотрим, что нам тут нужно делать. Здесь у нас присутствуют ещё подсказочки. Итак, нам необходимо передвигать, как бы сказать, вот эти вот платформы. В данном случае, если мы будем двигать платформу с землёй, то мы будем сдвигать нашего хомячка и наша цель – доставить его в норку. То же самое сейчас мы будем делать и здесь. Также необходимо собирать зёрнышки, которые появляются вот таким вот образом. Но игра не только в этом заключается. Вот, например, сейчас он сидит как бы на земле, и поэтому мы можем этот кубик с землёй вот таким образом перемещать и тем самым доставить его в норку. В принципе, достаточно незамысловатая простенькая аркадка. Подобные уже были, но и эта тоже достаточно хороша. Мне понравилась яркая графика и приятный хомячок. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и ждите наших новых обзоров.